Ну что, наконец-то, да, вот наконец-то Харли Дэвидсон, выкатил я его И сегодня мы хотим в таком лайтовом режиме рассказать вам, что вообще такое Харли Дэвидсон Спорстер 883 Айрон и что такое вообще философия Харли Дэвидсон Потому что, как вы помните, я в одном из сторис говорил, что тачка возит тело, а байк душу Погнали! А сейчас я немного расскажу вам историю Харли Дэвидсон Деятельность Харли Дэвидсон началась с того, что 22-летний Уильям Харли разработал проект двигателя внутреннего сгорания и при помощи братьев Дэвидсон был создан первый рабочий прототип даже не мотоцикла, а велосипеда с мотором В то время полноценных мотоциклов еще не было и в этой гонке участвовали только Харли Дэвидсон и Индия Это была тяжелая борьба, где они участвовали в гонках брали первые места то один, то другой а также боролись за право быть поставщиком мотоциклов для полицейских и армии в период войны И тут я хочу вам рассказать одну очень интересную историю Как-то на завод Харли Дэвидсон пришел военный который пожелал встретиться лично с основателями Он сказал им Я благодарен вам за то, что вы спасли мне жизнь И не только мне, а еще многим ребятам Ведь ваши байки вытащили нас из облав С них лилось масло, вытекал бензин Но они продолжали ехать без остановок И это показало мотоциклы Харли Дэвидсон как самые надежные в мире Их моторы настолько просты и одновременно идеальны, что могут работать на чем угодно, что горит Хоть без масла, и не заклинят, и таким образом спасали жизнь военных Вот такой вот интересный факт В чем же философия Харли Дэвидсон? А в том, что они создали не просто мотоцикл, а целый культ мотоцикла Они были первыми, кто начал тему мотоциклов Каждый вносил в байк что-то новое, что-то свое И таким образом отображал в байке свой характер В 1933 году, когда Харли Дэвидсон выпустили байк с графическим орлом на баке И началась эта история Но что более важно, так это то, что мотоклубы объединяли людей-единомышленников Которые при знакомстве могли обсудить не только фирменные харлеевские выхлоп, разные фишечки Но и другие темы, близкие по духу Люди обретали себе друзей Самый большой в мире клуб именно Харли Оннерс Групп Который насчитывает более 1 миллиона участников А теперь немножко про модель Спорстер Первый Спорстер выпустили в 1957 году А в 1970 гонщик Кел Рейборн установил рекорд скорости для мотоциклов на мотоцикле с мотором от Спорстер И его скорость составила, представьте, 426,5 км в час Вообще Спорстер является входным билетом в клуб Харли Дэвидсон Так как это самая младшая модель Его выбирают новички как самый простой, легкий И, следовательно, самый дешевый байк в линейке Харли Дэвидсон Но на базе именно Спорстера делают большинство кастом-проектов Такой байк легко переделать в Бобер, что резко меняет его вид Также в нем можно воссоздать и другие стили мотоциклов Кстати говоря, название Спорстер не имеет ничего общего со спортом Поэтому, если вы подумали, что он быстрый, это не так Существует два мотора, которые ставят на Спорстер Это 883 кубических сантиметра и 1200 883 дает 52 лошадиные силы и 73 ньютон метра крутящего момента А 1200 – 78 лошадей и 98 ньютон При массе в 250 кг 883 разгоняется до 100 около 5 секунд А 1200 – около 4 секунд Такой разгон со светофора, конечно, оставит 95% автомобилей сзади Но при условии, что они с вами не гоняются Однако стоит вам набрать 100 км в час Как вас начинают обгонять слева и справа все, кому не лень Это обусловлено тем, что моментов в байке немало Но мощности все-таки не хватает А также крутильность этого вэтвин не выдающаяся Всего 6000 оборотов И максималка у такого Спорстера около 190 км в час Но без райдера, так как его просто снесет на такой скорости Какой итог? Этот байк не для навала А для спокойной, неспешной езды по кайфу На нем кайфово, помалу откручивая ручку газа Наслаждаясь фирменным звуком и вибрациями Харли Дэвидсон Ехать навстречу друзей Так зачем же я купил себе Харли? Честно скажу, на это меня вдохновил мой друг Который постоянно подначил меня по любому поводу Купи байк, купи байк, купи Харли И я зашел на сайт, посмотрел, какие вообще есть Харли в продаже Ну, естественно, я смотрел попроще Это как раз такие Спорстеры И тогда я понял, зачем все-таки Харли создал Спорстер Это идеальный байк для начала Он и недорого стоит И, в принципе, его есть хотя бы какой-то выбор на рынке Потому что остальные байки достаточно редкие Там буквально 1, 2, 3 по всей стране и все Мы нашли подходящий вариант Поехали в Харьков Байк был в Харькове Пробег у него на тот момент был 1 тысяча километров Он был полностью в стоке Вот так вот он выглядел, когда мы приехали И первый раз его увидели На самом деле, я скажу так Большинству ребят достаточно будет даже покататься в стоке Чтобы понять, что такое Харли Дэвидсон Но чтобы по полной ощутить, что это такое Все-таки нужно его сделать под себя И когда я его брал, я уже был полностью уверен Что на стоке я не проеду и километра А почему? Еще где-то, наверное, за несколько месяцев до покупки Я увидел в Ютубе одно видео Где один парень в Америке Сделал себе бобер на основе Харли Дэвидсон Спорстер Как раз-таки на базе 883 Айрона И снял несколько прикольных видео Я настолько загорелся этим байком Тем, как он выглядит И этот видос даже тогда, по-моему, уже имел под миллион просмотров И я такой говорю Блин, хочу себе такой же Хочу попробовать повторить, сделать такой же байк Ну и я начал искать материалы То есть все возможные видео Благо у него там было их несколько Нашел в инстаграм профиль Посмотрел все фотографии Собрал это все воедино И отправился к Максу в рок-н-ролл гараж Это одна из основных, можно сказать, станций в Киеве Которая доводит байки до того вида Каким вы хотите его получить И показал ему Макс, смотри, вот есть то-то, то-то, то-то Вот есть какие-то видео Мы можем подобрать детали, чтобы сделать такой же И он говорит, да без проблем Поэтому, собственно говоря, мы сейчас отправимся к нему И воспроизведем эту всю историю Как это было с самого начала И подробно пройдемся по спекам Что как делалось Ну а перед тем, как мы поедем Я хочу, чтобы вы услышали звук этого фирменного Харлеевского ветвина Ну что, готовы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, ребята, сейчас мы находимся на станции Рок-н-ролл гараж Где, собственно говоря, строился весь этот байк Это Макс, Макс мне активно помогал в его постройке Изначально байк был полностью стоковый И вот все, что вы сейчас видите Вот эту всю красоту, по сути, сделал Макс Ну не только я Были еще ребята, которые помогали в постройке Там тот же человек, который делает детали из стекловолотна Люди, которые там обшивают сидушки Ребята, которые доставляют запчасти со штатов Короче говоря, в постройке мотоцикла участвовало Достаточно много народу Вот, кстати говоря, очень немаловажный фактор Когда дело касается именно стилизации байков Тюнинга внешнего вида Когда нужно все до деталей сделать четко, красиво Здесь очень важна именно как раз таки команда Людей, которые могут увидеть каждый зазор Каждый угол Все вплоть до того, чтобы сделать, конечно, и результат идеальным Один из немаловажных факторов вот в этом всем В постройке именно мотоциклов Переделки мотоциклов и всего остального Чтобы оно осталось ездовым Чтобы у тебя потом по ходу движения Не отпадали постоянно какие-то детали Потому что очень часто ребята на это где-то То ли забивают, то ли не думают об этом То ли еще как-то так Оно должно, помимо того, чтобы быть красиво Там с зазорами со всем остальным Оно должно быть достаточно крепким Потому что мотоциклы все равно имеют больше вибрацию, чем машина Они жестче где-то глотают ямы Оставаться на двух колесах все равно тяжелее, чем ехать на четырех Поэтому это все надо очень хорошо просчитывать, учитывать И никогда об этом не забывать То есть можно, короче говоря, так натюнить Что потом ты будешь просто ехать И у тебя отпадет колесо Или еще что-то Колесо, может, и не отпадет Но я знаю ребята, которые делали достаточно жесткие кастомы У которых потом лопалась рама Отпадала рулевая колонка И куча других нюансов происходила К примеру, у знакомого недавно лопнул стоковый руль На спортивном мотоцикле То есть это как, когда он ехал, тупо ба-бах И все, нет руля Можно и так сказать, он поднял мотоцикл на заднее колесо И у него просто пол руля осталось в руке Прямо вот, когда он стоял на заднем колесе Слава богу, ну там опыт достаточно большой Он хорошо достаточно ездит и все остальное И он сумел опустить мотоцикл на два колеса Тормозиться, остановиться, съехать там к обочине То есть все прошло гладенько и красивенько Но просто когда-то этот мотоцикл уронили на эту сторону Где-то, наверное, пошла трещина в этом Притом это алюминиевый руль Из достаточно толстой алюминиевой трубы Ну вот так вот бывает Потому кастомные какие-то детали Тюнингные детали и все остальное Это даже не завод Это намного... Ну оно просто менее прочное Давай пройдемся по конкретно нашему байку Что здесь делалось И что ты считаешь нужно закинуть за забор А что тут выглядит как бы сделано нормально Ну маленечко навешали на него ширпотребных деталюшечек Вот там фильтр, ручки, курку, курки Мне сказали, что это все брендовые крутые детали Брендовые крутые детали Но они стоят на каждом мотоцикле Поэтому оно уже как бы уходит в широкое употребление Назовем это так Хорошо, в общем, смотри Если взять от стокового байка То здесь реально существенные изменения То есть если пойти от передней части Вот так вот продолжить в конец Мы видим, что крыла переднего вообще нет Я так понимаю, оно за забором где-то валяется Ну где-то да Но сказать, что это существенные изменения в мотоцикле То визуально может быть Потому что мы отошли от переднего крыла Мы убрали огромное заднее крыло Мы там убрали огромную сидушку стоковую Там еще какие-то такие детали Огроменный руль рогатый Который на этом маленьком мотоцикле достаточно нелепо смотрится Вот Потому Переработали свет Поменяли приборку Добавили кучу разных, как ты говоришь, шелухи Поменяли фильтр, выхлоп Да, фильтр, выхлоп Добавили электронную приблуду Которая будет помогать оригинальным мозгам Понимать, что происходит с топливной системой И с забором воздуха в мотор Power Commander, да? Power Commander, да У тебя не Power Commander стоит У тебя One Sennheiser стоит И оно под вот этот выхлоп Оно не требует дополнительной настройки Оно просто работает на своих картах И за счет этого у тебя нет провалов на старте Ну и всякого такого А это повышает, кстати говоря, мощность и момент? Мощность, да, оно повышает Момент нет Момент он у тебя за счет распредвалов Я так понимаю, этот мотор это не спасет? Ну, 883-й спортстер Как бы достаточно резвая штука Потому нет никаких вопросов Ты же говорил, это велосипед Ну, велосипед, но опять же таки Я езжу на 1.8 в моторе Для меня велосипед Для тебя, как первый или второй мотоцикл Твой, это уже немало Ну да Очень много есть людей, которые сразу пытаются Купить себе там R1 И на следующий день разбивают себе голову Не самое правильное решение Надо научиться ездить Надо научиться понимать Что с этим всем делать Как оно рулится Как оно тормозит Как оно поворачивает А люди не всегда готовы к этим моментам Потому лучше взять что-то маленькое Не обязательно брать там 125-ку Просто что-то поменьше, чем полтора литра Или там литр спортивный И на этом научиться ездить Научиться им управлять Тормозить, поворачивать и все остальное Хорошо, давай пройдемся конкретно по работам То есть, как я говорил От начала сюда Что именно было сделано кастом Какие были сложности в процессе работы То есть вот с тем же клювом С тем же рулем С задней частью Вот отсюда и вот сюда Максимально лаконично Пройдем и посмотрим По передней части Мы просто убрали переднее крыло Заменили руль на самодельный С ним пришлось немножечко поиграться Потому что нужно было повываривать так Чтобы оно четко стало по стойкам руля И потом поубирать сварочные швы Ну, просто болгаркой их там выпиливать Достаточно проблематично Особых проблем по передку больше не было То есть просто взяли какие-то детали Собрали это все в кучу Я помню, ты еще провода загонял через руль Да, провода заводили в руль Это делается очень часто На очень многих мотоциклах Это просто чуть-чуть получше выглядит Чем когда они висят у тебя с руля Там еще гроздья этих проводов И, кстати говоря, руль сделан, по-моему, из нескольких труб То есть там идет одна труба На нее там другая труба Да, но это сделано для того, чтобы он был крепче Чтобы у тебя не произошло такого момента Что у тебя просто пол руля осталось где-то в руках С клювом маленечко пришлось поиграться Потому что на фотографиях достаточно плохо было видно, как он выглядит Ты помнишь, я тебя задрачивал с этой штукой Сделай мне наследование колеса по форме Да, еще хотели сделать, чтобы он был чуть-чуть ниже рамы Чтобы он опускался ниже Потом убрали приборную панель с стокового места Для этого пришлось немножко переделать стойки руля Обрезать лишнее Обрезать эту посадочную платформу под приборку Держатель под приборную панель просто нашли Уже, честно говоря, не помню какой компании В Америке, да? Да, в Америке ребята делают эти панельки Достаточно интересные тем, что у них есть отдельная панель под лампочки Которая там указывает указатель поворотников, дальнего и ближнего света Там нейтралки и всего остального Ну да, вот эта вся тоннелечка Выхлоп, опять же, таки в Onsenheim На нем останавливаться особо нечего Сидушку полностью делали самодельную пластину Набирали подушку под сидение Перешивали, ну, делали саму обтяжку полностью Ну, то есть полностью самодельная деталь И сделали под самим сидением сделали еще пластину Которая бы закрывала все внутренности, которые там находятся С проклеенной резиновой прокладочкой Чтобы туда меньше попадало влаги, песка и всего остального Полностью самодельное крыло Пытались изначально сделать на основе старого Потом пришлось все-таки сделать полностью новое крыло Заднюю часть, на которую так называемые спутники Которым крепится заднее крыло Они нам чуть-чуть мешали Потому мы просто это все дело обрезали Тогда, по-моему, ты нашел эти поворотники Я бы тебе предлагал резомовские поставить А ты нашел какие-то американские Которые были и ярче И выглядят они тоже очень недурственно И они более информативные даже, по-моему В принципе, все Ну и обслужили там, поменяли колесо переднее Да, конечно, поменяли все расходники Все расходники были заменены Сколько времени заняла вся постройка? Ты не помнишь там? Мы в неспешном режиме, да? Там зимний период делали Да, но у нас очень много времени заняла работа с клювом Потому что просто банально не было понимания Как правильно его сделать Короче, вот давай подытожим Смотри, то есть по сути Можно у тебя на станции Из стокового байка сделать практически любой байк Просто, грубо говоря, с фотки, с видео Или там с пожелания клиента Ну, конечно, лучше же иметь какой-то пример Либо какой-то такой мотоцикл На фотографиях или на видео Естественно, да Либо какие-то элементы с других байков Человек хочет повторить Говорит, например Хочу вот руль, как вот здесь Хочу колеса, как вот здесь Хочу фильтр, как вот здесь И так далее Потом мы берем человека Просто садим рядом с художником Который просто берет, компонует вот эту Вот если у него есть там конкретное пожелание Насчет каких-то деталей Вот хочется вот такой клюв Вот такую сидуху Вот такой вот там руль Не знаю, там еще что-то где-то как-то И есть вот такой вот мотоцикл Вот художник, который это все компонует Делает 3D-модель И вообще нету никаких вопросов То есть и потом там можно подвигать Поменять там, перекрасить там И так далее и тому подобное По срокам в среднем, я думаю, от сложности Где-то от полугода, наверное, до года Ну вот на твой мотоцикл ушло где-то около месяца Насколько я помню Это чистые работы Это вот мы начали делать какие-то работы Заказали детали И пока они пришли Мы там сделали заднее крыло Сделали там сидушку То-то-то-то Руль, по-моему, мы тогда сварили И когда уже приходили детали Некрашенный мотоцикл Вот там сырая заготовка Мы смогли это уже все дело собрать И осталось только отдать мотоцикл маляру Ну там Малярка, к сожалению, это иногда зависит от очереди От наплыва, от людей, которые там у него стоят Хорошо, сколько примерно стоит вот от стокового байка Сделать вот такой байк? Очень сильно зависит цена от разных мелких деталей Там зеркала, курочки, ручки, воздушный фильтр Достаточно дорогостоящие вещи Там те же поворотники 500 баксов, сука Можно взять китайские какие-то Которые стоят 100 долларов все 4 Но сколько они у тебя проработают Вообще никто об этом не знает С учетом, кстати говоря, больших вибраций Которым гордится как раз таки Харли Дэвидсон Все электронные компоненты разбалтываются Это происходит на любом мотоцикле Но на Харли вибрация, особенно когда он стоит на холостых Работает, они побольше, чем у японского мотоцикла То есть каждая деталь может стоить несколько сотен долларов Если это брать все, грубо говоря, оригинальных компонентов А не какой-то Китай Но все равно, плюс-минус, допустим, в такой вот вид Если человек захочет сделать Сколько это будет ему стоить? Я думаю, что где-то плюс-минус около 3000 долларов То есть от 3-х там и выше можно уже классно преобразить свой байк Да, то есть может быть и меньше это стоить Опять же таки, все зависит от фантазии владельца мотоцикла То есть если он хочет просто убрать переднее крыло Убрать заднее крыло, оригинальное, большое Сделать там какую-то сидушечку, какое-то маленькое крылышко Его устраивает, к примеру, руль Его устраивают поворотники, фильтр, выхлоп, все остальное То это может стоить, грубо говоря, 1000 долларов То есть бюджет может быть очень лояльным Хорошо, расскажи еще следующее Если, допустим, стало мало тяги, мало мощности Что можно сделать с этим байком, чтобы он поехал побыстрее? Все очень просто Вставляется кит, меняется поршневая группа Меняются головы Из него делается 1200 Добавляется опять же таки электроника Которая будет помогать родным мозгам с этим всем делом справляться Перепрошивается Отстраивается на диностенде Точно так же, как и машины И все, и у тебя вот такой вот мотоцикл начинает ездить на заднем колесе То есть можно будет прям даже на Харли закидывать его на заднее колесо? Харли достаточно легко поднимается на заднее колесо Я видел твои достижения Короче говоря, Макс Расскажи вот это вот Я тебе звоню, говорю, да я тут немножко упал Немножечко Нет, так я тогда упал Это я с литрового спорта назад кувыркнулся с заднего колеса Учился ездить на заднем Тренировался Ну... Ты скорость скажи? Ну, где-то под 200 было Потому что это была вторая передача То есть там где-то... Ты точно живой? Ну, такое Точно там 200 было? Ну, нет, там было меньше Там где-то было километров 160-170 Но все равно как бы на такой скорости Воссоединиться с асфальтом не самое приятное мероприятие Короче говоря, если подытожить Можно взять любой байк Абсолютно в любом классе Привести к Максу Показать пару фоток Либо же, если при примерном понимании Там по фото-видео нет То есть есть уже действительно с художником Все нарисовать и построить свой собственный уникальный байк Который будет сделан полностью по всем вашим предпочтениям Мало того, его можно еще доработать по мощности Его можно там качественно правильно обслужить И все И у вас, собственно говоря, игрушка Мечта и так далее Скажи еще такую вещь Людям, которые придут с этого видео Можно сделать какой-то бонус на работы, например, у тебя на станции? Можно, конечно Какой? Все зависит от того, что они хотят получить в итоге Ну, допустим, если это на постройку байка То есть можно получить дополнительные какие-то работы Или какую-то скидку Что вот можно предложить? Я думаю, это все оговаривается Что человеку больше подходит Что ему больше нравится Короче говоря, приятности будут Конечно Хорошо Хорошо Ну, я думаю, что достаточно, в принципе, было сказано А мы продолжаем Выезжаем на дорогу Только аккуратно Ну, слушай, я же не ты, безбашенный дебил Что сделать? Какой есть, извините Поэтому обращайтесь на Роканролл Гараж Все сделают, обслужат, протюнят Все по максимуму А мы погнали дальше Роканролл Гараж Ну, что, ребят Рассказывать про тюнинг Это, конечно, хорошо Но, мне кажется Передать эмоции от байка Лучше всего Прокатившись на нем И в режиме влога Показать вам Как это выглядит Сегодня у нас Что-то Такой туман жесткий Над городом Добавляет какой-то своей атмосферы Вот такой вот ключик, кстати У Харли Вообще Совершенно Минималистичный Для того, чтобы запустить байк Просто вот нажимаем кнопку Смотрим, чтобы мы были на нейтрале И вот этой кнопкой Просто заводим байк Ставим первую передачу Вот этот рычажок вниз И отъезжаем Сразу чувствуется, да, вибрация Да, ребят, это Харли Так, теперь нам надо съехать Как-то аккуратненько здесь Помоги назад Клюв Клюв ударяет Посмотри, не сильно покотался? Не, вообще я не могу Посмотри, где самый минимальный съезд Да давай я его сейчас приподниму и ты съедешь А, ну давай Опа, есть, есть Нормально Ты это снимаешь, да? Да Вот это минус клюва, сука Да, ребят Вот такой вот минус Тюнинга В том, что С бровки уже так не съедешь Как обычно Но в управлении Это просто велосипед Как говорят Большинство бывалых байкеров Когда они садятся на спортер Стоим на светофоре Что у нас по обзорности? Да, вот такие вот маленькие зеркала Но в принципе В них все видно А именно Очень хорошо видно В левое зеркало Да, не так объемно Как на родных зеркалах Но в принципе Как бы можно что-то увидеть И не чувствовать себя На дороге небезопасно На месте байк колбасит Чуть сильнее, чем в ходу В ходу его почти не колбасит Напомню, что мотор здесь Закреплен на сайлентблоках И все вибрации Убираются по максимуму Насколько это возможно Ну что, ребят Мы приближаемся к туннелю А это означает то, что мы выжимаем нейтраль Я думаю, это услышали все Кто едет с нами в потоке Езжу я, кстати, уже Третий сезон Взял очень много занятий Чтобы чувствовать себя На дороге уверенным Всем рекомендую Кстати говоря Проходить мотошколу Что у нас касается ускорения Вот смотрите Я сейчас Допустим Еду на второй передаче Откручиваю на максимум Ну как бы да, разгоняется Но Не сказать, что там устрашает его динамика Ну как бы просто спокойно набирает За счет того, что в байке все-таки 70 ньютонов момента Ускорение ощутимое Но оно ощутимое на малых скоростях Стоит разогнаться чуть побыстрее Все Видите, я вот еду До 100 км в час Я еду вообще сейчас 40 миль И вот это вот Комфортная для этого байка скорость А сейчас мы подъезжаем к пробочке Я вам продемонстрирую Насколько удобно В этой самой пробочке Передвигаться на байке Мы по пробкам ездим вообще без проблем Ну кроме вот таких вот случаев Когда раз и нам дорогу перекрыли Все стоят и мы едем О, спасибо тебе, красавчик Вот, я где-то уже, наверное, на второй сезон Стал ездить уверенно в пробках Потому что вначале все-таки было немножко стремновато Что у нас по расходу топлива? Расход топлива здесь порядка 5 литров на сотню Бак у нас там до 10 литров То есть, соответственно, где-то до 200 километров На нем можно проехать Но если нататривать, то я думаю, что 150 километров Это потолок Но все равно приятно, знаете, когда приезжаешь на заправку Говоришь, мне полный бак И вам говорят С вас 300 гривен Хватает ли в городе 883 кубических сантиметра И 50 лошадей Если вы не лихач А любите просто Спокойненько катиться И слушать Классный саун Харли Дэвисон Этот фирменный звук Вэтвина То да, я вам скажу Хватает Не знаю, ребят Харли Это, конечно, душа Я не перестану повторять этот термин Что автомобиль Возит тело, а байк будет И возвращаемся на наш любимый Сахар Самый большой в мире шлагбаум Но я думаю, что дальше будут еще несколько красивых кадров Ночных покатушек И будем заканчивать этот выпуск Как вам? Я в роли мотоблогера Пилот, привет! Что, получилось у меня немножко или нет? Зацени форматик-то ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, ребят, вот такой вот у нас получился выпуск Надеюсь, вам хоть немного удалось пропитаться этой философией Харли Дэвидсон Понять, что такое свобода И то самое мое выражение, что автомобиль возит тело, а байк душу Но помните, все-таки байк это очень опасная штука Поэтому, если и решитесь себе купить вот такой вот аппарат Помните, что нужно ездить безопасно И все зависит не только от вас, а и от других участников движения А я погнал еще покатаюсь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»